Парк интернационалистов Парк интернационалистов Парк интернационалистов Пойдите на диалог с жителями власти нашего города, восстановите авторитет власти, начните диалог с защитниками парков и скверов и, не дожидаясь выборов, приостановите любую застройку парков и скверов. Традиционное требование зеленых, требование зеленой коалиции поддерживает в законодательном собрании три фракции. Партия Роста, Яблоко, Справедливая Россия. Если иногда кто-нибудь примкнет, вот 10 депутатов из 50, это максимум на что сегодня может рассчитывать зеленая коалиция в смысле поддержки в законодательном собрании. Это позиция, которая проверена, это ваши надежные друзья и товарищи, которые не только в этих вопросах стоят на страже интереса Петербурга. Сегодняшняя тема такая же затозащитная, как и любая другая, когда речь идет о сохранении того, что нам дорого. То, с чем у нас ассоциируется Санкт-Петербург. Я сказал об этом во время своего батла с депутатами единороссов. Мы с вами обязаны просто, эсеры, яблоко, партия Роста, город спасти от новых вандалов, от жадных хапук, которых все мало, от серых, бездарных и лживых правителей. Спасти ради наших отцов-победителей, ради сегодняшней молодежи, которые надоели лживые рожи. Но, к сожалению, друзья, сегодня, сегодня мы имеем дело с параминским большинством, 36 депутатами единороссов. Что это такое? Как нам заставить их исполнять наши требования? Это аристетическое большинство. Сегодняшняя единая Россия – это КПСС Пусть его СССР. Думают одно, говорят другое, делают третье. Абсолютно лицемерная насквозь структура, пытающиеся сквозь руки пройти и сделают вид, что никто не замечает их лицемерие и полное расхождение слов с делами и мыслами. Наша задача – организовать общественный прессинг, давление на каждого из депутатов единороссов, представляющих территорию Петербурга. Они подняли все про себя, пускай отвечают. Сокопад, если вам каждый квадратный метр от лапиди до талпицы, какие различия? Ну, а что различия? Другие. Девчон Александр Сергеевич Пушкин, по имени медный всадник, писал о том, как сорождался Петербург. Гранит очар 있지 металла, мосты повисли над водами, черно-зелеными садами еще покрылись острова. Это действительно решает, в 1905 году, где вам расскажут в водиллер писали. Госходы находят шоуся своими садами, 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 Madeira, выглядятся в всего мира. едут к нам пребываться на наши знаменитые сады и парковые амсандры. Вот, пожалуйста, это так, что сделало наш город жемчужиной градостроительства. Мы хотим Петербургу стать крадом обреченным, обреченным на испанецство, бессмысленность и уродство. Я сам живу около парка 300-летия. Мои окна выходят в этот парк. И, к сожалению, каждый день я вижу, как парк уничтожается. Запад и с восточной стороны происходит достройка. Наша инициативная группа выступает за сохранение участка напротив того 167 по Приморскому проспекту, на который претендует компания «Газпром» с целью построить там свои объекты. В 2016 году заказывали собрание Санкт-Петербурга. Уничтожил поправки законно назначение во временных обстоятельствах, который позволял вернуть этот участок в состав парка. Но после этого губернатор внес другую поправку. И благодаря этой поправке застройка нашего участка стала возможной. Когда создавалась «Зеленая коалиция», наша инициативная группа без всяких сомнений вступила в нее. Почему? Потому что, наверное, всем уже понятно, что наша власть в основном не отстаивает интересы нас, граждан Санкт-Петербурга, отстаивает свои интересы. Интересы частных компаний, интересы бизнеса. И в таких условиях, в таких условиях, только объединившись, можно добиться того, чтобы наш город стал таким, каким хотелось бы увидеть нашим гражданам, нам с вами, нашим детям и потом нашим детям и внукам. И я призываю всех, будь активными, рассчитывая только на свои силы, брать инициативу в свои руки, объединяться. Как показывает наш пример, «Зеленая коалиция», как объединение инициативных групп по защите тех или иных сомнений Санкт-Петербурга, действительно можно стало и станет еще более реальной силой, направленной на то, чтобы город стал зеленым и красивым. Я вижу здесь плакаты почти со всех горячих точек нашего любимого города. И работаю почти со всеми этими инициативными группами, стараюсь им помогать. Вот эта картина, которую мы сейчас с вами видим, это сплошные пожары на территории нашего любимого Петербурга. Это ситуация недопустимая для европейского города. Это ситуация недопустимая для города с такой историей, с такой культурой. Абсолютно недопустимо, позорно, по-барварски, когда мы с вами должны выходить на улицы, чтобы защищать наши права на нормальную облажающую еду, защищать наши партии, веры и сады, передалевая яростное противодействие властей, чиновников и отделенных с ними строителей. Я хочу вам сказать, что для того, чтобы победить, надо бороться. Ничего не предрешено, борьба не безнадежна. У нас есть масса ситуаций, когда мы с вами боремся и побеждаем. Мы победили в Нариновске, мы сумели ограничить там высоту и не допустить никакой же стройки. Мы спасли территорию сквера физического института. Мы почти победили на улице Адольевского, не допустили там вырубки зеленой зоны. Мы защитили граждан в Старопраговском квартале, не допустили там строительства высотных зданий. Причина, по одной ключевой причине. Нас были много, мы были вместе. Полтавченко в отставку! Полтавченко в отставку! Полтавченко в отставку! Мы вышли на площадь Ленина, на Санкт-Петербурге, чтобы поддержать Декларацию Сленой Коалиции, совместно заявить как о своих общих требованиях, так и о территориях по конкретным адресам. Санкт-Петербург и Ленинград. На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области мы находимся в частности в районных субъектах Российской Федерации. Мы требуем, первое, соблюдение действий еще в обществе дневных, дневных, природных отношений российского и регионального законодательства. Второе, прекратить приватизацию застройки территории зеленого сонда города. Мы требуем, соблюдить менять рекреационное назначение использования земельных участков, занятых зелеными насаждениями. Отлично, вот. Десенний шарик, отличный плакат. Не слышу. Десенний шарик, отличный плакат. Стрепу, что отекультуры, а не культа. Дод назад этот плакат был. Ровно с 5-го числа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец-то, работать в наших интересах Друзья, я представляю инициативную группу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и кроссовки, возможно, знакомы вам. На самом деле история этого места очень трудна. Лесопарк активно уничтожается. Рядом один из них, в том числе, один из них, так называемый проект строительства экопарка, а мы его называем проектом зеленения леса. То есть, в чем это заключается? Вначале все вырыдывается, слож, и подгоняется, причем это все по санитарной языку. Тысячи деревьев, десятки тысяч деревьев, десятки гектаров, чтобы потом якобы засадить красивыми породами. Но они забывают, что эта территория, это природная лошадь сохраняющаяся до пустовских времен. То есть, до полталона брежного леса, такого, который именно показывает, какова была эта территория до строительства города. Второй проект – это пробивка Челаневского проспекта, который идет прямо по Краснокнижным кустам. А для чего она нужна? Она нужна госплу, чтобы он смог подъезжать со всех сторон с вырыдыванием в лахта-центру. А из-за того, что здесь не волнуется, что ради этого добраются темные природные территории. Сначала вырубили кусты возле дома, потому что не мешали подъезжать машинам к магазинам. Потом вырубили до поля и юны, потому что старые. Потом аллеи пожарышников, потому что они покрыли верить. Потом кусты, акации, жимовости, шитовников, даже дорожек. Двор потерял яблони, черенухи. В общем, осталось, ну, на то что нет, в этом парке уже нет. Правая человека – это не то, что борют каким-то указом сверху по милости императоров. Правая человека – это то, что мы должны защищать. Правая на экологию, правая на окружающую среду – это принципиально важно. то, что мы нашли права свобода слова, свобода собраний, право на труд. Все эти права и составляют вместе то, что делает человек личностью. Мы должны с вами понимать, что защита прав – это зачастую долгий процесс. И это не такой безопасный процесс, как может показаться. Многие люди, защищающие права человека и отстающие эти права, подтвергают все разнообразные опасности. мы знаем о том, что активистам сопротивляются опасности со стороны самых разных структур. К сожалению, зачастую те, которые должны защищать человека. И эти же структуры убивают людей, которые защищают эти права. мы должны это понимать, и мы не должны этому бояться. Потому что права человека – это мы его отрождение. насаждение города сверх концентрировано в центральных районах, в Губарском, в Невском районах и других. Для одного человека, по некоторой площадке, приглашение всего 5-5 метров земных насаждений. Конечно же, от этого мало. При этом у Гринслана борьба за сохранение экологии города, за сохранение земных насаждений, она является очень актуальной сегодня. И партия на странах поддерживает эту борьбу и готова помогать всеми доступными средствами. Тем более, что эта борьба, она связана с борьбой за общедемократические принципы контроля за властью. Случилось урезание самого красивого участка холмов Камовых высот озера Верояльги. Это особо охраняемая природная территория. Являлась первой в Ленинградской области особо охраняемой природной территорией местного значения. Их много лет жители добивались и сохранности этого озера и берегов вокруг. Уже 28 числа на берегу озера Верояльги был вырублен первый гектар леса. Поэтому мы требуем отмены этого решения. Мы требуем прекратить захват и застройку ценнейшего массива лесов между дорогой Санкт-Петербург-Матахса и берегом Ладоги, принадлежащей юридическим министерством обороны. По факту сейчас там идет вырубка колоссальных площадей и никакое министерство обороны проигрывает все суды, показывая свои обилие силы и не способны отстоять собственное имущество. Мы требуем правительству Ленинградской области иницинировать отмену генерального плана лесского сельского поселения в части незаконной по приобретению берега Кургловска и Кангловска зла, Продолжение следует...